В праздничном выпуске признание профессионализма и пожелания долгих лет от самых известных людей страны. Многие из них были героями статей. Ну а сегодня коллектив газеты принимает личные поздравления от руководителей администрации города и Совета депутатов. Примите самые искренние слова благодарности за многолетний творческий труд и значительный вклад в развитие нашего города-курорта. Желаю сотрудникам ветеранов Анатского Черномоя крепкого здоровья, благополучия, содержательных и глубоких материалов, неиссякаемого вдохновения, признания еще многими поколениями читателей. С уважением, глава муниципального образования города-курорта НАПА Юрий Федорович Поляков. Спасибо. И вы сегодня выполняете ту главную роль, которая сегодня от вас необходима, как от газеты. Сегодня люди должны знать и законы, сегодня должны знать и новости, и что творится сегодня у нас на территории муниципального образования. Короткий перерыв на праздничный обед после этого снова за работу. Газета выходит три раза в неделю. За всю вековую историю она закрывалась только однажды, на период оккупации Анапы фашистскими захватчиками. Все остальное время работала и жила делами города-курорта. И сегодня Анапское Черноморье уверенно смотрит в будущее. Я хочу верить, что газета, печатная версия сохранится. Будут развиваться, конечно, электронная версия газеты, в том числе будет развиваться сайт газеты. Обязательно активнее мы будем работать в соцсетях, безусловно, продвигая наш продукт. Признание заслуг Анапского Черноморья – это результат работы нескольких поколений талантливых журналистов и руководителей издания. Сегодня Анапское Черноморье и само стало кузницей кадров. Совместно с городским центром творчества открыли школу журналистов. Преподает здесь Оксана Чурикова. Она пришла в газету 10 лет назад, сразу после института. Теперь сама учит детей основам журналистики. Это не та профессия, когда ты рабочий день проводишь в своем кабинете. Это та профессия, когда ты каждый день бываешь в разных местах, общаешься с интересными людьми. Это и ученые, и актеры, и спортсмены, и волонтеры. И каждый из них делает наш мир лучше. И мы не просто берем у них интервью, мы и сами вдохновляемся. Их опыт вдохновляет нас на написание хороших материалов. Несмотря на солидный возраст, у коллектива газеты большие планы на будущее. Все это время девиз издания оставался неизменным. За любовь к творчеству и творчество в любви. От любви, как известно, возраст не подвластен. Сергей Корабельников, Никита Бойко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.